Мы очень готовимся к нашим новогодним мероприятиям и начинаются они буквально уже с начала декабря, 6 декабря первые мероприятия. С этих слов начинает наше интервью Светлана Семашко, начальника отдела культуры Брестского горосполкома. Да, подготовка города уже в самом разгаре. Кстати, на центральной площади вовсю идет монтаж главной новогодней красавицы. Уже 17 декабря она торжественно зажжет свои огни под звуки музыки и бурные овации зрителей. Небольшие же локальные открытия пройдут во всех микрорайонах. Открытие новогодних елок будет во всех микрорайонах города Бреста. В Московском районе по улице Московской около здания администрации откроется елка 13 декабря. В Ленинском районе откроется елка 15 декабря и это будет на набережной Франциско-Скарыны в створе улицы Ленина. Я не зря это говорю, потому что у нас на набережной в этом году будет стоять две шикарные елки, чтобы люди шли в определенное место. И открытие нашей городской главной елки будет 17 декабря. Открытие будет в 18 часов, но уже программу мы начинаем с 17 часов, так что можно подходить с 17. Это будет театрализованное музыкальное представление, оно называется «Зажжем елку вместе». Зажигать же у елки можно будет и в новогоднюю ночь. По традиции здесь пройдут народные гуляния. А вот то, что запланировано на рождественские праздники, для организаторов особая гордость. На три дня Брест перевоплотится в площадку проведения крупномасштабного фестиваля-ярмарки «Берестейские сани». Огромное количество мероприятий пройдет здесь с грифом впервые. Впервые в Бресте пройдет огромный конкурс валенок и дефиле в валенках. Впервые в Бресте пройдет фестиваль зимних видов спорта, вообще зимнего плавания. То есть не зря мы на набережной будем находиться, наш фестиваль. Впервые в Бресте, конечно же, слово «сани», мы не уйдем от слова «сани», будет такое многочисленное количество саней. Знаете же, что Брест это не всегда снежный город, но мы надеемся, что в наш праздник и снега тоже будет очень много. В большой афише десятки торговых площадок, концертов, акций и шоу органично дополнит действие большой парад, участники которого пройдут по центральной улице города. Несколько лет мы проводили карнавал, он был летом, на дне города. Теперь мы решили провести замечательный зимний рождественский парад. Парад пройдет по улице Ленина от нашего городского парка культуры и отдыха до городского сада. И парад, мы его готовим, я уже вижу, что это такое яркое событие, которое у нас просто никогда не было, яркое зимнее событие. Парадные герои, предприятия, организации, все участвуют в нашем параде. Будет творческая, значит, сила, будут артисты, художественная самодеятельность, дети. Но все это будет зимнее, очень интересное, в зимних костюмах, яркое. Это будут хлопушки. Ну и, конечно же, вспомним, как называется наш фестиваль, берестейские сани. То есть у нас пойдут и лошади, и сани. Сколько сюрпризов ждет Брещан в эти дни? Один из них, к слову, нам все же раскрыли. Именно 8 января Брещане на улицах города Бреста увидят тысячи Дедов Морозов. Вот, это такая небольшая интрига. Очередные рождественские праздники будут наполнены народной музыкой не только благодаря отечественным исполнителям, но и музыкантам из стран-соседок. Так, 8 января на главной сцене фестиваля, на набережной, выступит Надежда Бабкина. Своё участие артистка уже подтвердила видеообращением, которое записала специально для Брещан. Мы приедем, обязательно примем участие в этом удивительном фестивале, где мы будем радоваться, ну, знаете, нашей встрече, радоваться, веселиться, песни петь. Это очень важно. Нам необходимо это единение, потому что мы люди, живущие на одной планете, и еще, самое главное, соседи. Так как совсем недавно, в 19-м году, ведь это правда недавно было, наша студия «Фольклорное наследие» приезжала к вам, когда был праздник «Миллениум», и успешно там работали. Это были дети. А сегодня наступила очередь, когда приезжает Московский государственный ансамбль «Русская песня». Что я вам могу пожелать? Готовиться и обязательно беречь свое здоровье, быть предельно внимательными, ведь праздник-то должен быть радостным, а не в тягость. С любовью к вам, Надежда Бабкина. Ждите. Скоро-скоро будем. Начало 2022-го станет знаковым еще и потому, что после перерыва из-за пандемии на сценических площадках Бреста вновь зазвучит классическая музыка. С 9 по 12 января областной центр вновь примет январские музыкальные вечера. Артисты из семи стран мира будут погружать брестскую публику в полифонию живых инструментов, многогранность музыки, которая не подвластна времени. Конечно же, интересный тем фестиваль, что уже давно на фестивале не было балета. Это будет балет. Целый день, первый день, 9 января мы откроем балет и будет посвящено наш балет Большого театра оперы и балета Республики Беларусь представит открытие международного фестиваля. И это лишь малая часть того, что ожидает берестейцев в декабре-январе. Традиционные мероприятия будут радовать своим многообразием и красками. Конечно же, хочется, чтобы приятным дополнением, поднимающим настроение, стала погода, отражающая истинную красоту этой поры года. Однако это решает небесная канцелярия. Что же остается нам, брещанам, так это выбирать в афишах все самое интересное и отдыхать, напитываясь эмоциями и заряжаясь хорошим настроением. Я, конечно, понимаю, что сейчас у всех будут какие-то предновогодние хлопоты, подарки. Новый год же это семейный праздник, но это не повод отказываться от посещения наших культурных мероприятий. Мы действительно готовимся, стараемся и создадим праздник для каждого из вас. А мы будем продолжать следить за самыми интересными новинками и расскажем о них вам в следующих выпусках.